Чешуя – один из древнейших вариантов доспехов, созданных в подражании чешуе животных. Исторические разновидности чешуи – из натуральной чешуи животных. Древнейший тип доспеха из чешуи – кожаный доспех из шкуры чешуйчатого животного, кожа которого обработана так, чтобы сохранить естественную поверхность. С появлением металлического оружия превратился в исключительно парадный доспех – пришивная чешуя. Пришивная чешуя – это чешуйки, пришитые на основу. Это наиболее известный и популярный тип чешуи. Он наиболее прост в изготовлении и широко применялся с древнейших времен, известен еще со времен зарождения цивилизаций. Так Геродос следующим образом описывает доспехи персидских воинов царя Ксеркса. На головах у них были так называемые тиары, а на теле – пестрые хитоны с рукавами из железных чешуек наподобие рыбной чешуи. Отдельные чешуи такой брони делались тонкими и гибкими. Чтобы сохранить подвижность, обычно по отдельности их легко можно было изогнуть пальцами одной руки. Сравнительно высокие защитные свойства доспеха, как и в случае настоящей рыбьей чешуи, обеспечивались их многократными перехлестами. Подобные доспехи, в частности, носили парфянские катафрактори и римские клебонарии. Данный тип доспеха не исчезал даже в темные века и более позднее время, когда в Европе кольчуга стала практически единственным типом доспеха. В этом случае панцирь надевался поверх кольчуги. Известно, что европейские пехотинцы носили подобные доспехи вплоть до 1325 года бытовали они в Азии. Например, некоторые монгольские куяки представляли собой нашитые на одежду чешуйки. Они применялись в ряде стран Азии и Восточной Европы изредка на Руси в 13-18. Ламеллярная чешуя. Разновидность ламелляра, внешне напоминающая чешую. Существуют две противоположные версии, что появилось раньше – ламеллярная чешуя или ламелляр, так как принцип доспеха у них один и тот же. Разница же в том, что при тачке пехотинца снизу во всадника, одетого в чешую, острие оружие проскользнет между чешуек и поразит его. Но если всадник одет в ламелляр, то острие просто соскользнет с доспеха, с точностью до наоборот обстоит с пехотинцем при тачке сверху с коня. Острие оружие пройдет между чешуек ламелляра, но соскользнет с чешуей. Что любопытно, в дошедшей до наших дней римской чешуей из бронзы, являющейся по своей конструкции ламеллярной чешуйки, скрепленной не шнуром, а кольцами, такой доспех применялся и в византийской армии. Разнообразные по форме чешуйки скреплялись шнурами. Чешуя в форме звезд и чешуя в форме гор. Шнур представляет собой китайский вариант ламеллярной чешуи, проэволюционировавшей до неузнаваемости, в которой отдельные пластинки имеют форму трехконечных звезд, либо в виде иероглифа «шань» с пластинками из трехконечных звезд с двумя параллельными отростками, расположенными так, что пластина походит на ше. Чешуя в форме звезд, лучи имеют на концах отверстия для шнура и сплетены так, что шнур, соединяющий концы трех звезд, оказывается закрытым центром четвертой звезды и защищен от разрубания. При этом доспех внешне выглядит как состоящий из маленьких звездочек, а шнуров их соединяющих не видно. Чешуя в форме гор. Верхний луч имеет отверстие, за которое пришит к основе, а два других луча имеют на концах отростки, параллельно верхнему лучу. Пластины располагаются так же, как и в чешуе в форме звезд, но отростки оказываются зацепленными за центр четвертой звезды. Клепана пришивная чешуя. Доспех из пластин, собранных на матерчатой или кожаной основе. Пластины доспеха пришивались к основе через от пяти до шести отверстий в верхнем крае и закреплялись в центре одной-двумя заклопками. Широкое применение данный тип доспеха получил в русском защитном комплексе 13-14. Увы, до наших дней ни одного подобного доспеха в цельном виде не сохранилось. Поэтому о внешнем виде данного типа доспехов можем судить только по отдельным пластинам и изобразительным источникам тех времен. Наиболее показательны в данном плане пластины от чешуи новгородского посадника анцифора Лукича и псковской чешуи, приписываемой князю Давмонту Тимофею. Размеры пластин составляли около шести умножить на отда, а на доспех их уходило несколько сотен. Для средневековой Руси характерно использование клопа на пришивной чешуе в комплексе с шиной защитой конечностей. Герберштейн, посещавший Россию при Василии 3, пишет о русском войске. Некоторые из более знатных носят панцирь латы, сделанные искусно, как будто из чешуи и наручей. Клепанная чешуя из чешуек, часто с ребрами жесткости, которые не пришиты, а приклепаны. Кожа на основе двумя-тремя заклопками. Название «Польск». Карасена происходит от Латкариасия-Скарзана. Особую популярность этот тип доспеха снискал в Польше и Литве, в связи с очень модной теорией сарматизма времен Яна Сабеского, о сарматском происхождении шляхты. В связи с чем доспех из карацены, носимой шляхтой, был стилизирован под чешуйчатые доспехи сарматских катафрактов. В связи с тем, что такой доспех был очень модным и престижным, он стоил баснословно дорого и был доступен немногим шляхтичам. В отличие от гусарских лад, среди доспехов из карацены встречались доспехи в полный рост. Один из таких доспехов в полный рост хранится в оружейной палате Кремля, а другой точно такой же принадлежащий роду унишовских. Хранится в замке Вавель. Фентезийные разновидности чешуй. Данные разновидности не имеют исторических прототипов. Чешуефицированная кольчуга. Кольчуга кольца, в которой сплющены с одного края после плетения в чешую. Появление связано с невнимательным чтением энциклопедии оружия Бэхайма, который итальянскую разновидность Байданы, именуемую Итал, Маглия Герзерина, называет чешуей. Кроме того, он же неверно называет такую кольчугу разновидностью карацены. Что опять же привело к заблуждению, согласно которому карацены ошибочно считают разновидностью кольчуги, драконья, чешуя. Распространенная среди ролевиков особая разновидность кольчуги королевского плетения. Королевское плетение, называемое также «8 в 2», гомологичное плетение 4 в 1, с той разницей, что при плетении вместо одного кольца используется пара колец. В отличие от традиционной кольчуги королевского плетения, драконья и чешуя в декоративных целях в каждой паре кольца имеет разный диаметр. Некоторые разновидности драконья и чешуи имеют плетение не «8 в 2», а «4 в 2» и «6 в 2». В связи с отсутствием у такой кольчуги исторических аналогов, приверженные исторические реконструкторы нередко называют данный тип кольчуги «гоблинской».